Всех приветствую в эту зимнюю субботу, в дневное время. Как обычно, мы с вами встречаемся, по крайней мере, с моими регулярными слушателями, чтобы поговорить, послушать о политической психологии. Это наша с вами предпоследняя встреча в рамках серии этих токов. Потом мы посмотрим, будет ли необходимость, будет ли интерес среди аудиторий, чтобы, например, мы продлили наш курс через какое-то время, поскольку сначала, после того, как эта серия токов закончится в феврале, у нас с вами начинается серия встреч, посвященных астропсихологии. Я пока еще не определилась. Джили, добрый день! Всех очень рада видеть. Пока еще не определилась, сколько у нас будет встреч на тему астропсихологии, начиная с февраля, поскольку это моя вторая специализация, помимо политтехнологий. Поэтому сегодня у нас с вами предпоследняя встреча. Мы с вами обсудим некоторые моменты, которые касаются избирательных компаний, электоральных компаний. Мне все время хочется их назвать электоральными, всего того, что electoral звучит более по-английски. Но, наверное, русскому избирателю, русскому электоралу, конечно же, привычнее слово «избирательная компания». Как бы кто к этому процессу не относился. Последняя встреча, следующую субботу у нас будет посвящена психологии масс, массовое сознание, концепция, которая напрямую связана. Вы как психологи, знаете, конечно же, с Фрейдом, далее подхватил развитие этой тематики Юнг. Но сегодня у нас с вами какие-то еще моменты, которые я бы хотела с вами обсудить, рассказать, поделиться с вами в рамках введения избирательных компаний. Интересные фидбэки были после той нашей встречи в ту субботу, поскольку некоторые, опять же, слушатели никаким образом пока еще или даже не собираются связывать свою жизнь с работой в политической сфере. И был вопрос, связанный с тем, что зачем нам вообще вся вот эта тема. Ага, Елена, здравствуйте. Я говорила, что для вот этой части моей аудитории, конечно же, эта информация, назовем ее впрок, да, инстаг, чтобы в том случае, если когда-то в вашей жизни появится на горизонте человек, который захочет куда-то избраться, поучаствовать в политической борьбе, и он к вам обратится, может быть, вы сами взрастите такого клиента, да, к вам же приходят клиенты наверняка, которые находятся в неком подвешенном состоянии в плане того, что, например, то, чем они занимаются, например, их не удовлетворяет, да, и они хотели бы расширить сферу своей деятельности, а то и вообще ее категорически поменять. И кто знает, что во время ваших психологических консультаций вы там такое расшевелите, растревожите в ваших клиентах, в их психологическом портрете, что, возможно, вы будете как раз таки с тем человеком, который зародит вот эту вот идею в голове вашего клиента о том, что, возможно, политика – это как раз то, чем этому человеку нужно заниматься, и то, что ему принесет ту самую сатисфакцию, которую мы, наверное, все люди разумные, желающие быть счастливыми, стремимся, сердца летят, мне это очень приятно. Мое также уже отдано вам, потому что мне очень нравится ваша аудитория, очень нравится взаимодействие с вами, то есть то, как вы отзываетесь, какие вопросы вы задаете, очень интересные, очень осознанные. Я постоянно отвержу эти два понятия – осознанность и неосознанность, как астрокриптолог в том числе, понимая, что только осознанные люди, конечно, идут в такую сферу, как политика, неосознанным там делать нечего. Мы знаем в этом смысле. В рамках избирательной кампании, опять же, не могу не упомянуть ту кампанию, которая в нашей стране точно не может вызывать восторг, по крайней мере, у той части политтехнологов, которые так или иначе зависят от властей, от финансирования. Мы с вами говорили в прошлый раз, что, конечно, вы можете быть суперкреативными психологами, психологами, работающими в штабе кандидата, но если, например, ваш креатив не укладывается в тот бюджет, который выделен данному штабу, поскольку в нашей стране, согласно законодательству, определенно есть денежная сумма, которая дается на проведение избирательной кампании. Но, конечно же, этой суммы недостаточной, поэтому любой кандидат вынужден, должен находить спонсоров, те, кто вложится в него, те, кто в него поверят. В прошлый раз я немножко пересматривала свой итог и немножко оборвалась идея, поскольку, видимо, какой-то вопрос поступил. Я начала говорить о том, что в наше время это вопрос финансирования, имеется в виду, это легче и не легче одновременно. Под легче я имею в виду, что такой феномен, здравствуйте, Олег, очень приятно, мужчина. Такой феномен появился как краудфандинг. Знаете, наверняка слышали, когда идет сбор средств, просто благодаря тому, что, скажем, с какой-то медиаплощадки обращается человек, у которого есть некая идея что-то развить, это в бизнесе работает, это работает в социальном маркетинге, это работает и в политике в том числе. И вот, конечно, референс мой, ссылка на избирательную кампанию, которая, еще раз, в нашей стране, вряд ли ей кто-то будет восторгаться. Во всяком случае, в течение ближайшего времени я имею в виду, конечно же, избирательную кампанию в Украине. Еще раз, кто-то, если сейчас попытается меня подловить на том, что это же ужас-ужас, кто пришел к власти, и как президент, имеется в виду Владимир Зеленский, пока, скажем так, особых результатов не продемонстрировал, но еще раз, я сейчас не анализирую его результаты деятельности. Это даже не мягко говоря, это совершенно другая тема. Я говорю о том, как была проведена эта избирательная кампания. Я убеждена, я буду это повторять, что это была гениальная просто избирательная кампания, выстроенная просто от и до, когда просто умы избирателей, в умах избирателей, комик Владимир Зеленский, актер, играющий президента в сериале «Слуга народа» Владимир Зеленский. И теперь уже, не теперь, а на тот момент, когда он баллотировался, реальный кандидат президента Украины, в голове у избирателей, конечно, эти три образа смешались абсолютно неразделимо. И результат, еще раз, результат только в плане того, что этот человек победил. Потому что если мы говорим об избирательной кампании, «Что может быть мерилом успеха?» В том числе, что может быть мерилом успеха тех самых консультантов. Опять же, я немножко в сторону увожу политконсультантов, политтехнологов, как я. Но я, опять же, акцентирую, что если вы, например, в таком штабе присутствуете, в роли психолога, коуча, никаких специальных таких названий, вот этих джабс, людей, которые работают в этом случае в избирательном штабе, нет. Поэтому вы становитесь автоматически причастны к этому успеху, у вас растет репутация, вы в дальнейшем, в том числе, на вас будут смотреть, как на человека, который, по крайней мере, contribution, сейчас скажу по-русски, внес вклад, да, contribution, да, внес вклад в победу избирателя. И, как правило, таких людей замечают и приглашают на следующие избирательные кампании и так далее. Так вот, к вопросу о финансировании, как раз-таки краудфандинг был показан вот в этом сериале. По-моему, я задавала уже вопрос, смотрели ли вы вот этот сериал «Слуга народу», «Слуга народу», да, подержи русские. Вот там как раз изначально, вот эта самая первая денежная сумма, которая помогла Голобородько зарегистрироваться и в дальнейшем, естественно, вкладывать деньги в печатные, рекламные, разного рода материалы, в продвижение, каким бы на коленке не было все это сделано, это было именно поднято, собрано, поднято по английски, Раизе, собрано именно благодаря вот кличу, который его штаб бросил в интернет, да, в ютюбе. Вы знаете, этот ругательный ролик, который был опубликован, когда он разнес в пух и прах вот нынешние власти. Вот сейчас он практически в такой же ситуации, только по другую сторону баррикад уже находится. Но так или иначе, краудфандинг, это вот привязка к финансированию избирательной кампании, это и расширяет ваши возможности и в том числе не настолько, насколько, наверное, хотелось бы, потому что все-таки электорат любит, когда появляются новые яркие лица, харизматичные. И на первоначальном этапе, как правило, уровень доверия к такому кандидату, он чрезвычайно высок. И если, опять же, вы, будучи сердца, мои тоже летят к вам, если вы, будучи в таком вот избирательном штабе, будете способствовать тому, что человек, кандидат, имеется в виду кандидат, достаточно ярок, харизматичен, и вы выберете стратегию рывка, так называемую, то есть когда активный вброс в информационное поле происходит в самом начале избирательной кампании, аудитория, электорат политически выражается, сразу же влюбляется в такого кандидата, и когда уже за две недели, непосредственно до выборов, вы такую же массированную атаку на сознание избирателей проводите, результат, как правило, очень-очень хороший. Это, как правило, такая стратегия, как правило, выбирается для кандидатов, которые не являются пока еще действующими политиками. Например, вот наш Мануэль Макрон, наш, потому что на втором или на третьем токе мы с вами говорили, что он уже во Франции среди журналистов, журналистской братьей, такой получил никнейм Мануэль Наполеон, Макрон Наполеон, да, за его такие амбиции стать чуть ли не новым императором, не по тайтлу, конечно же, она, по крайней мере, он довольно системно выстраивает вот это свое позиционирование, опять же, с помощью своих технологов, помощников, даже когда в умах французов он начинает ассоциироваться с тем самым политиком, который может вернуть Франции ее былую дигнити, былое достоинство, былое величие на международной арене, и вот у него как раз, вот его избирательная кампания, когда он стал президентом, как раз была стратегия рывка, когда он появился как черт из-то покерки, совершенно неизвестно откуда, ну, неизвестно, электорату, да, имеется в виду, то, что мы обсуждаем сейчас, это то, как мы должны воздействовать на электорат, ну, в конце концов, вы же не враги сами себе, уж если вы начали работать на какого-то политического деятеля, политика, кандидата, значит, в любом случае должны ему желать победы, ну, иначе зачем с этим, зачем с этим связываться, правильно? Поэтому, вот, конечно, когда Макрон появился такой молодой, с хорошей речью, и вот с этой очень трогательной историей касательно его личной жизни, это очень грамотный был ход, но ход, естественно, он же не выходил замуж, боже, я все равно путаю жениться и замуж, выходить по-русски, мэри по-английски одинаково, он женился, судя по всему, да, господи, не ошибиться, да, когда он женился вот на женщине, намного старше его, которая была его учительницей, вот эта вся, вот романтик, французы все-таки люди романтичные, вот, и все, это, конечно, прямо вот ударило в, как я всегда говорю, в мозг и сердце избирателя, и он в итоге был измерен, то есть такая была прямо атака на сознание французских избирателей, результат был именно таким, каким он должен быть в расчетах политтехнологов, и опять же, психологов, коучей, еще раз, специального названия я вот того психолога или коуча, который работает в штабе кандидата, такого нет, поэтому я просто вот называю психологом, но психолог, который работает в штабе. Это вот то, что касается немножко по финансированию и выстраиванию образа. По поводу выстраивания образа, мы сейчас, конечно, с вами, если вы логику помните, нашей прошлой встречи, которая была, как бы, первой частью вот этого тока о электоральных компаниях, я вам говорила, что, конечно, прежде всего, то, что делает политтехнолог и вместе потом подключается психолог, это, конечно, соцзамеры, мы с вами про это говорили, но не подробно, поскольку это точно не лежит в плоскости психологии, это исключительно технологии замеров общественного мнения, социалка, то, что называется. После того, как уже политтехнолог и его команда понимают, какое отношение к тому или иному кандидату, какая расстановка сил в регионе, после этого уже как раз вырабатывается стратегия, если помните, я об этом говорила, и одной из самых важных частей, составляющих стратегии, это, конечно же, сегментирование, то есть либо кандидат выбирает атаковать, скажем так, какой-то определенный сегмент электората, пример мой был про новых людей, если кто-то, может быть, помнит, как у них было сформулировано, а их аудитория, как их сегмент был сформулирован, очень точно. Кстати, вот новые люди, в этом смысле премьер партии, после того, как они победили и пошли в первый раз, попали, были избраны впервые в Госдуму в сентябре прошлого года, со многими я разговаривала, людьми, которые, с одной стороны, интересуются политикой, но не настолько, недостаточно неправильное слово, я не тот человек, который вообще никто не может мерить, человек достаточно интересуется или недостаточно, это исключительно личное дело каждого, политическая социализация, от нее никуда не денешься, второй на штуку, но уже интерес политики, это, как говорится, дело добровольное, те, кто в моем эксперименте участвует, кстати, через парочку дней пришли как раз уже вопросы первого этапа, как раз вот там замеры делаются, то есть насколько у человека высока вот эта вот political self-efficacy, опять же на английском, поскольку вся эта терминология, она, конечно, англосаксонская, поэтому мы вынуждены либо брать вот английские термины, потом их переводить, если они не сильно чудаковато звучат, что при переводе очень часто это странно, и потом, когда говоришь о политической самоэффективности, конечно, вот эти два слова вместе для большинства людей, они вообще ни о чем не говорят, да, что такое политическая самоэффективность, но вот составляющая политической самоэффективности, то есть вера в то, что вы как гражданин этой страны можете влиять на изменения в ней, и вы можете влиять на то, какие действия предпринимают властью. Из недавних на этой неделе произошедших событий наверняка вы отслеживаете данный момент, который сейчас я упомяну, но он касается точно всех, и он бы точно коснулся, если бы этот закон был принят. Я имею в виду, конечно, закон о QR-кодах, и вдавал на отторжение вот этого закона, которая поднялась в соцсетях, ну, в соцсети это все лишь отражение, мы понимаем, что при всем том, что в соцсетях сидят миллионы людей, это все равно не вся Россия, прекрасно мы понимаем, да, у многих россиян и смартфона нет, чтобы выйти в ту же инсту, в мета и так далее, но так или иначе, вот власти, еще раз говорю, они отслеживают, и в сторис я опубликовала мой посыл такой, опять же, просто из серии «Хотите прислушайтесь, хотите не прислушайтесь», посыл по поводу того, что в январе, точнее, 1 января вступил в действие закон, не совсем да, закон этот вступил в действие летом, английский in summer, летом прошлого года, имеется в виду так называемый закон о приземлении, лендинг называется, имеется в виду, что иностранные компании, не все иностранные компании, а именно вот компании-гиганты, а еще более точнее, точно, IT-чайенс, то есть IT-гиганты, коим относятся, естественно, прежде всего, мета, бывшая, фейсбук, и гугл, гугл более сговорчивым оказался в этом смысле, мета пока сопротивляется и никаким образом не идет навстречу тем требованиям наших властей насчет того, что они должны в России открыть юридическое, юридическое свое представительство официально, поскольку у мета такого представительства нет. Одной из подспудных причин, которые стоят за этим законом, это, конечно же, чтобы контент, который появляется в всех соцсетях, которые подконтрольны мета, там, где мы сейчас с вами общаемся, это, как вы знаете, это мета, да, это называется Инстаграм, да, но Инстаграм уже давно выкуплен мета. Твиттер не так популярен в нашей стране, поэтому менее, может быть, касается и интересен. Так вот, закон о приземлении, если эти компании приземлятся в России, то есть откроют свое юридическое представительство, проблем у них больше не должно быть, но таким образом они становятся более прозрачны для наших властей именно с точки зрения отслеживания контента, который появляется на ресурсах этих компаний. И потенциально, как я сказала, поспудная причина именно в том, что властям крайне важно отслеживать настроение электората, для того, чтобы, особенно в преддверии важных избирательных компаний, естественно, в нашей стране самой важной избирательной компанией, естественно, является президентская. Даже выборы в Госдуму не вызывают такого интереса, такой активности у избирателей, как президентская компания. У нас все-таки эта компания самая главная. Так вот, в преддверии избирательных президентских компаний, как вы знаете, в общем-то, она уже довольно скоро грядет в нашей стране, 24-й год, властям нужно очень хорошо понимать настроение населения. И вот, возвращаясь теперь уже, закольцовывая этот мой спич по поводу лендинга, отношение к потенциальному закону QR-кода, конечно же, власти не могли не заметить, как негативно настроено население, ну и кому надо портить настроение и отношения с населением. Отчасти это была политическая интрига, но так или иначе закон снят с рассмотрения, не без притинга еще раз со стороны общественного мнения. Поэтому, когда вот эта социология при выезде на место, при какой-то избирательной кампании делается, делается иногда, и пример с Хабаровскими, Хабаровским краем, в том числе я вам приводила, иногда она довольно очевидна, но тем не менее политтехнологам и, опять же, психологам нужно точно понимать, чем живет, чем дышит, чем болеет электорат, и потому что уже именно на основании этого далее будет разрабатываться стратегия электоральной кампании. Тем более, что одним из важных и таких ключевых посылов, составляющих, назовем это так, компонентов избирательной кампании, это, конечно же, понимание для кандидата, о каких социальных проблемах, о каких общественных проблемах он будет говорить и будет обещать, что вот мы решим это, мы решим это, особенно это смотрится сюда привлекательно, если другой кандидат, например, не может продолжать какие-то способы решения той же самой проблемы, например. Вот поэтому вот про новых людей, когда я говорила, что несмотря на то, что они очень четко определили свою аудиторию, свой электорат, и даже тот факт, что, вот я вам подтверждаю, что я разговаривала после их победы уже со многими людьми, и очень многие думают, по крайней мере, на тот момент, когда я с ними разговаривала, думали, что лидером партии является как раз таки та самая сложная ученика Савгдана. Но лидером партии она не является, она была просто привлечена как яркое публичное лицо, поскольку в период ее мэрства она прославилась такими очень, ну, довольно популистскими шагами, но так или иначе она, в общем, сыграла очень большую роль в победе этой партии на выборах в Госдуму. И несмотря на то, что, еще раз говорю, здесь вот вопрос о политической осведомленности, иногда избиратель может иметь весьма пространные, неточные данные о том или ином лидере, о кандидате и даже партии, но это не помешает ему, например, проголосовать за эту партию. Вы сами знаете, например, кто лидер партии «Новые люди». По большому счету даже партию-то не все даже знают, что она только-только, так сказать, как бэби-патси, только-только начинают еще свои шаги делать. Но так довольно уверенно набирает силы. И с точки зрения развития политической системы это хорошо, когда появляется новая партия. Лидер партии Нечаев, основатель компании «Фаберлик». Многие этого не знают, но еще раз это не помешал этой компании получить 5 мест они получили в Государственной Думе. Когда разработана стратегия, возвращаясь к тому току и проводя параллели с тем, что мы сегодня с вами обсуждаем, естественно, уже непосредственно начинаются действия. Я здесь отсортировываю, конечно же, все те телодвижения, которые лежат на плечах технологов, и какую роль я вам акцентирую. Конечно, только те моменты, которые непосредственно психолог выполняет в этом избирательном штабе. Тут, конечно, нужно быть очень хорошим тимплеером. Я буквально недавно задавала вопросы. Я люблю задавать такие концептуальные, скажем так, вопросы, когда хочу понять самую-самую-самую суть чего-то. И вот задавала вопрос Алексею Макаркину, действующий политтехнолог, Центр политических, стратегических технологий. И, извиняюсь, но я все время поражаюсь, как некреативно политтехнологи называют свои фирмы. Боже, их же довольно много сейчас. И вот этот набор слов «политтехнологические агентства технологии и разработки» вот они как-то вот собирают-собирают разные сочетания, но при этом настолько незапоминающиеся названия. В этом, конечно, смысле Менченко молодец. Вся он назвал свое агентство «Менченко консалтинг» и все, и ни с кем не перепутаешь. Вот, и другие вот такими названиями, и, знаешь, фикс-фикс запомнишь. Так вот, так или иначе, Алексей Макаркин гениален, и вот я у него спросила, вот что самое главное вообще для успеха политтехнолога, когда он работает на избирательную кампанию, экстраполируя уже на вашу аудиторию? Я думаю, что ответ был бы точно таким, если бы я спросила, что самое главное для успеха психолога, который работает в избирательном штабе. Он сказал, что это тимплеер, это прежде всего человек должен быть тимплеер и командный игрок. Не то, чтобы какой-то прям там earth shattering такая вот, да, news, но так или иначе, это важно, почему для психолога особенно, поскольку все равно стратегию разрабатывает политтехнолог, и так или иначе, ну, он выбирает, он решает, какие ваши идеи будут приняты, какие ваши идеи будут отметены. Вот поэтому здесь, конечно, такая адаптубилити, она, конечно, от психологов требуется, и, возможно, недостаточно, если кто-то, например, из психологов, из каучей привык работать в очень таком индивидуалистском режиме, то, возможно, это будет не очень комфортно. Вот в рамках избирательного штаба это накладывает определенные ограничения, конечно же, на вас. Хотя, конечно, зависит, может попасться руководитель штаба, который довольно либерален и будет прислушаться ко всему, что вы ему говорите. По поводу, сейчас продолжим о реализации стратегии, просто такие психологические моменты именно хочу выделить. Такой момент, как, скажем так, благодарный или неблагодарный труд, потому что, опять же, тот же Алексей Макаркин, это не его была цитата, это была цитата Пола Ньюмана, по-моему, да, тоже такой гуру политтехнологии, который сказал, что если кандидат выигрывает, то он считает, что он выиграл за счет собственной харизмы, уникальности и исключительности. Если кандидат проигрывает, то это вина технологам, психологам, вообще всего его избирательного штаба. В этом смысле вот такая неблагодарная. роль, но еще раз, если все-таки все получается, и в меня и мы вам попался кандидат, подопечный, то все-таки вас должны заметить и оценить ваш, еще раз, contribution, этот вот вклад, да, вот это вот общее дело. Вот, и, конечно, одним из самых главных компонентов уже реализации стратегии, которую вы выработали после того, как вы поднимаете социалку, и у вас она на руках находится, это, конечно же, реклама. То есть, как рекламировать кандидата, каким образом его преподнести для аудитории, так, чтобы аудитория его полюбила, как с Макроном, чтобы аудитория его вспомнила, если она его раньше любила, ну, например, он как-то пропал из радаров, может быть, слышали, на этой неделе, объявил о своем желании баллотироваться в очередной раз Сильвей Барлускони. Этому мужчине 85 лет. Он сделал все, что надо, со землецом. Ботоксик. Гайловрончик. Все, великолепно выглядит. Бодрый, как всегда, очарователем, как неотъемлемая характеристика всех весов, весы по знаку зодиака. И он снова рвется в бой. Вот в его случае, конечно, это будет, очевидно, избирательная кампания, прежде всего, о напоминании о нем, как о таком политическом кандидате. Пока еще никаких стратегий проследить невозможно, потому что он только-только объявил, но это очевидная стратегия рывка как раз-таки. То есть, когда он сразу себе заявляет ярко, дальше посмотрим, как он будет. Либо это просто такой фа-фан. Все-таки этот человек уже много-многие вещи делает не ради политических целей, такой вот ради какого-то вкуса жизни, что ли. Тем не менее, посмотрим. Так или иначе, кандидат, какую бы стратегию ни выбирали и как бы его ни позиционировали в рекламе, конечно же, имидж должен быть, прежде всего, позитивен. Такая вещь, как хайп, шок и так далее, может, конечно, работать. В этом смысле, опять я вам говорила в тот раз, что не без этого, такой шоумен. Просто надо понимать, что это Италия, это, возвращаясь к нашей теме про социализацию и про политическую культуру, всегда надо сопоставлять. Тот же самый Сильвия Берлусковни на российской почве. Это не о политике. Российский избиратель все-таки, это просто не тот типаж, который ожидает российский избиратель. Сейчас мне сразу идей так пять в голове. Хоп! И сейчас, чтобы мне по порядку вам преподнести на эту тему, быть шоуменом или не шоуменом. Так или иначе, возвращаясь к примеру, например, Трампа. Да, он, конечно, шоумен, и он, по моим наблюдениям, он в некотором смысле ограничивал, конечно, себя, когда он участвовал в той самой оказавшейся победной для него избирательной кампании, но у него тоже достаточно большая составляющая его имиджа, именно как шоумена. Это проявляется, кстати, очень сильно в его языке, поскольку вот я говорила, что один из проектов, которым я занимаюсь в высшей школе экономики, это изучение, сейчас по-русски скажу, conspiracy theories, использование теории заговоров в политике Трампа. А, исследование теории, по-английски, поэтому сейчас перевожу, использование теории заговоров как часть популистской политики Трампа. Вот, что мы изучаем. Что изучаем-то помню, как сказать только на русском толковом. И, естественно, мы анализируем там огромное количество текстов, и он же продолжает давать интервью, выступать, и более того, тоже мы с вами об этом говорили, намерен участвовать в следующих президентских выборах в Штатах, учитывая такие рейтинги Байдена, шансы, в общем-то, его... Чем ниже рейтинги у Байдена, тем выше шансы перезбраться у Трампа. Вот, его речь, вот в этом смысле, это прям речь шоумена, то есть он очень грамотно выстраивает речь, ну, как, опять, я смотрю на астрологический, я просто понимаю, что он по-другому и не может говорить. Он близнец, это Меркурий, это активно, это такая речь, которая, она не закрученная, она не сложная речь, она такая очень базовая, не банальная, но она такая очень базовая и понятна вот этому усредненному избирателю. У него очень простой вокабуляр, словарный запас, имеется в виду, и нет никаких закрученных оборотов, ну, у него очень такая хорошая грамматика, ну, здесь немножко уже в сферу своей английского я ухожу, вот, но то, как говорит ваш кандидат, того кандидата, который вы продвигаете, это, конечно, крайне важно. Опять же, можете пересмотреть день выборов и один и два, можете пересмотреть того же самого «Слугу народа», где кандидаты, которые, например, не являются публичными фигурами, на, допустим, на муниципальных выборах, если вы участвуете в муниципальных выборах, то такие кандидаты, это, ну, практически 100%, что вы с такими кандидатами встретитесь, то есть кандидаты, которые пока еще не были, вообще не не участвовали в каких публичных мероприятиях, они не говорили на публику, и им действительно начать выступать, вот если среди вас есть те, кто, например, занимается обучением там, речи, ораторскому искусству и так далее, но это точно ваши клиенты, потому что их, конечно же, нужно будет в пешном порядке научить, по крайней мере, формулировать свои мысли и доносить их удобоваримым способом для аудитории, потому что, ну, что там скрывать где-то в каких-то отдаленных регионах, да, у нас многие люди и вот такие вот кандидаты, они очень сложно связывают слова без тех самых волшебных русских слов, которые, как известно, связывают слова в предложении, вот, и, конечно, таких людей, если не попадается, то это часть обязательной работы с ними, с их речью, в этом смысле, конечно, Трампа, Трампа не надо было в этом смысле обучать, он и так достаточно говорлив и уже засветился во всех возможных шоу, и в том числе вот это знаменитое его, ее Fired, да, вы уволены на шоу, которое он вел, вот это Apprentice называется по-английски, подмастери, вот, поэтому тут с речью проблем никаких не было, конечно, вот, но, как, именно, как политик-популист, ну, популизм такая тема, лежащая в плоскости политологии, поэтому они не будем останавливаться, но вот, Трампа очень часто называют именно популистом, вот, поэтому это к вопросу о том, насколько шоуменство, скажем так, уместно или неуместно, неуместно, очень сильно зависит того, какая это страна и в какой, какая, соответственно, политическая культура, какой бэкграунд у этого народа, например, вот сейчас ко мне обратились из нашей бывшей, одной из наших бывших советских республик, не буду назвать, и, естественно, первое, что нужно делать, это изучить вообще, если вы, например, опять же, попадая, да, на работу с таким, таким кандидатом, вы даже не очень в курсе региона, из которого он, например, баллотируется, то вам, конечно, нужно изучить в том числе весь культурный бэкграунд этого народа, надо изучить исторический, исторический бэкграунд, ну, потому что это абсолютно нормально, нельзя знать все, и если вас забрасывают, условно говоря, в Ямало-Ненецкий округ, просит работать, да, с кандидатами оттуда, а если вы всю жизнь работали только, например, с московской клиентурой или какой-нибудь там иностранной клиентурой, да, вам хвала, что у вас такая элитная аудитория, да, но, мягко говоря, ваши привычки, ваше видение вещей, да, в Ямало-Ненецком округе могут, мягко говоря, совсем не прийтись ко двору, и поэтому, конечно же, нужно вникнуть, да, что там за люди, какие они праздники празднуют, во что они одеваются, что они кушают, это все очень важно для того, чтобы потом попасть в их, опять же, ума, ум, ума и сердца, умы и сердца, для того, чтобы в том числе вот этот культурный пласт, это обязательно вещь, которая должна учитываться при выстраивании рекламы кандидатов при позиционировании его имиджа, вот поэтому тут такая роль, конечно, на участниках избирательного штаба, она такая умение таким быть койк-ленером, да, как-то быстро, быстро обучаемым и схватывать, схватывать там всю информацию очень быстро, вот это касательно вот шоуменства, уместности или неуместности, и здесь, да, еще такой, наверное, здесь момент скажу, что, конечно, сейчас в нашей стране уже вот институт политтехнологов, институт, не здание, да, имеется, институт, как вот именно такое образование, такая индустрия, да, которая работает в сфере политтехнологий, она уже довольно развита, конечно же, политтехнологов довольно много, там разного уровня, разного качества, и там с разным, опять же, бэкграундом и экспертизой, но так или иначе, это, конечно, не сравнить с теми временами, еще когда наша страна встала на рельсы демократизации, конечно, в тот момент не было ни одного политтехнолога, откуда политтехнологи, откуда психологи, в том числе, могли появиться в стране, которая, как известно, строила социализм и коммунизм, поэтому, конечно, на первом этапе в нашу страну завозились иностранные политтехнологи, и в тот раз мы с вами уже касались уже того самого интервью Пугачева, где он говорил о том, что на литеральную компанию Ельцина он привозил на своих собственных технологов, вот это абсолютно точно правда, но что местных еще не было совсем, и тут такой смешной был пример, тоже один политтехнолог рассказывал, когда на избирательную компанию как раз таки Ельцина решили выписать, нет, кстати, не решили выписать, он сам отозвался, да, тогда же Россию воспринимали как страну, которую естественно, ну и отчасти правильно, которая ничего не понимает в том, как надо делать политику, как надо вести избирательную компанию, еще раз, это довольно правильный вывод, откуда это знать, если у нас была такая закрытая страна, и один французский как раз политтехнолог отозвался, и вот он обратился к Ельцину, к его тогдашнему, ну, назовем это группе людей, которые я себя считала избирательным штабом, вот, и он предложил, значит, концепцию, такая была, там, что, темная красная площадь, темнота, разного, вот рекламу такой как раз таки предложил, значит, темнота, такой, знаете, вот цветовая гамма, которая вводит избирателя, должна была вводить избирателя в такую вот депрессию, разные образы появляются, от Нечаушеску и прочих лидеров стран социалистического лагеря, которые, так сказать, плохо закончили, поскольку выбрали демократический путь своих стран, коммунистический, вот эти образы, здесь, значит, вот из этой темноты появляется фигура Ельцина, матрешка, из этой матрешки выпархивает голубь, и пишется слоган, слоган, это еще одна очень важная вещь, естественно, избирательной кампании, в частности, избирательной, электоральная реклама, естественно, и пишется фраза «взлет свободы». В понимании французского этого технолога это была вот такая реклама, которая прям вот наповал убьет всех российских избирателей, и вот они потянутся стройными рядами голосовать за Ельцина. Вот, эта концепция не была принята, более того, насколько я знаю, Ельцин, по-моему, даже сам или кто-то из представителей, я не помню, тут, конечно, юморист еще тот, позвонили этому политтехнологу и спросили его, сколько вы нам готовы заплатить, чтобы эту рекламу мы выдали в эфир. Он немножко обалдел, так сказать, с русской наглости, переспросил, извиняюсь, как-то вы, как-то я вам заплатила, обычно мне платят, я же политтехнолог, сколько вы готовы заплатить, чтобы мы вас взяли к нам и вот эту рекламу выдали. Ну, в общем, он окончательно понял, что ничего не понимает в России, и таких примеров очень много, когда действительно иностранные специалисты, опять, это не только политтехнологи, но это психологи в том числе, если они не знают российской почвы и наоборот, если вы, например, опять же, попадаете в какой-то регион, вас приглашают в какой-то регион, и вы недостаточно позаботились насчет того, чтобы узнать, чем живут, чем болеют, что любят люди из этого региона, то, конечно, попасть в их умы и сердца задача представляется такой труднодостижимой. И в этом смысле, вот как я в тот раз говорила, что у некоторых политтехнологов есть такое мнение, что как таковые политтехнологии в России умерли, поскольку политика становится все более и более закрытой, такой клуб закрытый не только с точки зрения политики самой, вот этого узкого круга, который делает политик, узкого круга людей, которые делают политику, но имею в виду прежде всего в том числе тот круг политтехнологов, которые вот около вот этого круга, они тоже, это тоже довольно узкая группа людей, они не то, что там являются секретными, но это не те люди, большинство из них, по крайней мере, это не те, которых вы видите на экранах телевидения, которые приходят на политические шоу, при том, что я вообще ничего против политических шоу не имею, и так или иначе они повышают у людей ту самую political self-efficacy, политическую осведомленность, и они должны быть, другого дела, какого они качества, но здесь здесь тоже, вот я не знаю, как вы, например, как психологи, вы участвовали, например, в каких-то телевизионных шоу, например, вот на данный момент приглашали вас куда-то в качестве эксперта и так далее, и поскольку меня приглашают, я участвую, например, на ДНК, это пока не политические шоу, поскольку, еще раз, клуб участников политических шоу, это такой прям клубик, закрытый довольно клубик, но вот я вижу, что вписаться в формат многих телевизионных шоу, это непростое дело, да, в силу крайне ограниченного времени, которое дается, в силу, ну, в том числе, каждый приходит, да, и себя пропиарить, любимого, и не обязательно для того, чтобы какой-то привнести, вот, донести какую-то пользу для аудитории, поэтому в некотором смысле, ну, такое есть, некоторое такое разочарование от подобных, подобных шоу, но так или иначе, разочарование не настолько, чтобы я там, например, всегда отказывалась, ну, иногда, часто очень отказываюсь, в силу, просто, что у меня времени нет, но, среди, вот, еще раз, да, приглашенных, например, политконсультантов, которые по-русски, в российской действительности называются политтехнологами, по-английски нет такого понятия, да, политикал технологист, такого нет понятия, в английском называется политикал консалтент, вот, поэтому, если вас, например, будут, да, там, приглашать, как на психологов, в любом случае, конечно, высшей ролью должна быть, наверное, если мы попадаем на телевидение, на медиаплощадку, ну, и здесь тоже, да, в том числе, должна быть ответственность, и должна быть, ну, какое-то понимание миссии, что все-таки, что бы мы ни говорили, но, что бы мы ни говорили, это в любом случае, по кирпичику, по кирпичику, создает сознание населения, да, это сознание, как раз-таки, куда оно повернется, это задача, как раз-таки, как выстраивается медийная политика, а это с этим всем в итоге должны иметь дело, уж расхлебывать, или наоборот, быть благодарным, как раз-таки, в эти самые штабы избирателей, штабы, как раз-таки, кандидата, потому что все, что происходит в стране, конечно, так или иначе, очень сильно влияет на настроение избирателей, и даже если вы, например, очень хорошо отработали, и у вас изумительная стратегия, и прочее, вы можете, да, ваши усилия могут нивелироваться только из-за того, что, например, какое-то произошло накануне события перед выборами, или в регионе что-то произошло, хотя здесь, опять же, роль и технолога, и психолога заключается в том, что у психолога здесь роль самая непосредственная в том, чтобы держать кандидата в таком уровне вешенном, психологическом состоянии, поскольку в любом случае любой кандидат, он человек, он в любом случае реагирует на все то, что происходит вокруг, вы не в силах изменить новостной фон, вы не в силах изменить те политические интриги, которые происходят ежедневно, и мы сейчас внутри такой интриги все находимся абсолютно, но ваша задача как психолог, здесь именно как психологов, не допускать того, чтобы вашего клиента, вашего кандидата моталось стороны в сторону, чтобы он какие-то принимал собственные решения, здесь один из главных секретов успеха, об этом говорят все технологи, в том, что кандидат должен слушаться, слушаться, это прямо слово obey, это прямо вот подчиняться, слушаться, следовать той стратегии, которую выработал технолог, потому что, пример, такой вам приведу, многие вещи, например, кандидату даже не надо знать, поскольку, если, например, его осведомлять обо всем, о всех тех маневрах, которые вы собираетесь, например, предпринимать, то ему может просто это чисто на человеческом уровне, еще на каком-то уровне, просто-напросто не понравится, он может эту идею отвергнуть, она, например, является таким вот кирпичиком вашей общей стратегии, ну вот, например, я вам такой приведу, опять же, без названия, естественно, именные регионов, вот в одном регионе проходили выборы, вот на этапе рекламной кампании, значит, ну, представьте, там, небольшой, небольшой такой город, где все друг друга знают, где известна биография кандидатов, известна не потому, что вам ее вбросили, и вы ее прочитали, а просто потому, что, по большому счету, все семьи, они вот, там дети растут на ваших глазах, что происходит, кто с кем там разводится, и женится, тоже все все знают, у кого какие проблемы, все знают, и вот представьте, что в таком городе, вот, это реальный пример, там люди просыпаются, и вот, там, выйдя на улицы, они видят, что везде, на заборах, на любых каких-то пустых площадях, не площадях, а поверхностях, поверхностях, на которых хоть что-то можно написать, везде вот расписаны, одна и та же фраза, отправляйся за своим сыном в ад, отправляйся за своим сыном в ад. Какая спонтанная реакция у людей, которые, которые это видят? Значит, логика у избирателей, естественно, начинает работать как? Поскольку, еще раз, люди все в этом регионе знают друг друга, они прекрасно знают, что вот у одного из кандидатов погиб сын, на войне погиб, в Чечне погиб. И, естественно, когда вот такой вот, такая бабушка, такой молодой человек выходит на улицу, увидит эту фразу, он сразу состыковывает эту фразу со своими знаниями и делает вывод, ага, надо же, какой сволочной вот этот другой кандидат, надо же на святое, потому что все-таки для подавляющего большинства людей упоминать смерть близких, это за пределами, да, это за грани добра и зла, так делать нельзя. Это было сделано в рамках стратегии рывка, то есть когда вот именно такая вот массированная атака идет в самом начале избирательной кампании и в конце избирательной кампании. И потом уже там по опросам, по фидбэкам, эта фраза сыграла одно из решающих значений, чтобы избиратели проголосовали именно за вот этого кандидата, у которого как раз-таки и погиб сын. И этот кандидат даже не знал, что эту фразу написали его избирательный штаб. Это к вопросу о том, что кандидату иногда не надо знать о тех наработках, о тех хитростях, которые собирается реализовывать политтехнолог. Да, если бы они ему сказали непрямую, с высокой долей вероятности такой кандидат бы отказался от такого шага, посчитав его там аморальным, циничным, еще каким-то. Но так или иначе, у избирательной кампании, если вы в нее идете, если вы являетесь членом этого избирательного штаба, у вас может быть только одна цель. Это цель победы вашего кандидата. Поэтому в данном случае вот победа была, победа была. Он потом это узнал, да, был дикозол, гневился и так далее, но он же победил. Он же победил. Вот поэтому здесь, вот я почему и говорю о том, что задача психолога, она заключается в немалой степени в том, чтобы вот этого кандидата держать в узде, в хорошем смысле этого слова, и не давать его эмоциям выливаться там, где они совершенно не нужны. Поэтому вот это уже один из самых таких важных моментов, которые тоже все политтехнологи настаивают, это максимально изолировать, изолировать, в лучшем смысле этого слова, изолировать ближайшее окружение от кандидата, потому что мы прекрасно понимаем, что, да, этот кандидат весь день, конечно, да, он с вами, он у вас на глазах, вы с ним едете на заднем сидении автомобиля, да, вы ему рассказываете, как надо сделать здесь, как надо сделать здесь, как надо сказать здесь, он вам акает, акает, говорит, да, 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 все так и будет, и даже заряжен и так далее, под вечер вы выходите из этой машины, он остается в этой машине со своим водителем, как водитель у нас, как известно, так же, как таксисты, знают все, как надо делать лучше, и ему начинают, а он, да, опять же, если особенно без прежнего политического бэкграунда, без прежнего опыта в публичной политике, да, ануши Толя, ну что ты, как ты думаешь, что ли, да, и Толя ему, да, всю правду матку, на свой манер, какой сволочной, вот я слышу, что вы сейчас там говорили с этим технологом, вот он, да, да, опять здесь мы, конечно же, тут вам астрология, это первое вообще дело, что я всегда делаю, это человека делать нентальную карту, смотреть его устойчивость, насколько он подвержен вот этому воздействию внешним, потому что если перед нами человек, который, это ведь не значит, что он плохой управленец, что он не имеет потенциала стать политиком, конечно нет, но если перед нами, я вижу, что передо мной человек, который подвержен внешнему влиянию, это сто процентов, вокруг него нужно убирать вот это вот, вот этих людей, либо от него нужно неотступно просто следовать, для того, чтобы практически на всем этапе избирательной кампании к нему не просачивалась, назовем это так, альтернативная интерпретация действительности, потому что это все может сыграть очень и очень коварную роль, оказать очень такое коварное воздействие на финальный результат, то же самое относится, тут посложнее, конечно, а то и очень сложно изолирование от семьи, естественно, он возвращается там домой, если он не холостой лидер страны, как у нас, то он так или иначе возвращается к своей родне, там тоже, как правило, у нас очень умные тещи, зятья, не зятья, зятья, это он получается, ой, не спрашивайте меня про русских родственников, это беда, я не назову муж жены, вот это вот все, как это называется, я не смогу сказать, в общем, они, как правило, очень хорошо разбираются в политике, да, они все знают, конечно же, упаси Боже, до них дойдет такая информация, что такое написать на заборе, это, 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 конечно же, конечно же, будет иметь очень-очень отрицательное воздействие на вашего кандидата и в конечном итоге сможет вам, спортит вам просто-напросто все, все планы, вот, поэтому для избирателя, конечно же, имидж должен быть позитивным, потому что самая ключевая, самая ключевая идея избирательной кампании это то, что избиратель голосует за созданный имидж, а не за кандидата. Опять же, здесь я не могу не сделать поправку на тот постулат, о котором я, наверное, на каждую встречу говорю, а именно медиатизация политики, она, конечно же, играет огромную роль, то есть, когда о кандидате мы узнаем намного больше, как избиратель, здесь уже как избиратель, например, если я говорю, или вы, люди, как избиратели, имеют намного больше шансов сейчас что-то узнать о кандидате, благодаря всем возможным соцсетям, благодаря более обширному спектру медиа, каналов и так далее, и, конечно, проконтролировать всю этот поток информации, это, конечно, ну, это возможно, но довольно-довольно сложно, опять же, учитывая, что почти нет уже каналов, которые не аффилированы с какими-то определенными структурами, даже если берете телеграм-каналы, не знаю, читаете вы или нет новости в каких-то телеграм-каналах, вот, если думаете, что вот там-то вот оно, вот там-то точно же, вот, кладясь просто чистой, непредвзятой информации, вот, спешу вас в этом разочаровать, и, опять же, да, здесь не надо пытаться, скажем так, объять, необъятные, впихнуть, если вас не коробит это слово впихуемые, но, во всяком случае, стараться вот роль психолога, здесь еще раз подчеркиваю, самая-самая, самая такая существенная и явная, не давать вот особенно такому кандидату, который склонен колебаться, и который сильно зависим от внешних, внешних воздействий, чтобы он не впадал вот в такую вот, не выпадал из той реальности, которую штаб создает для него на период участия в избирательной кампании, в его же благо, я понимаю, это все звучит довольно цинично, манипулятивно, и подберите самые еще какие-то отвратительные слова, но, еще раз, если вашей целью является, а я с трудом представлю, зачем идти в избирательный штаб, если цели у вас нет, так вот, если целью является победа вашего кандидата, значит, вы должны эту реальность создавать, по крайней мере, на момент, на момент, на период прохождения этой избирательной кампании. Ну, и, наверное, последнее, что я скажу, поскольку, естественно, после того, как вы уже запустили рекламу, начинается какой-то фидбэк избирателей, вы начинаете отслеживать вот эту медийную волну, что кто чувствует. Я думаю, что да, Алена, я не буду зачитывать, ладно, вопрос тех, кто участвует, посмотрите сами, пожалуйста, ладно, чтобы потом для записи это не оставалось. Опять же, когда я говорю, что я знаю его натальную карту, это всегда вызывает вопрос, откуда у вас точные данные. Я не буду, извиняюсь, выражаясь этими же словами, доесть землю из горшка, чтобы доказать, что это данные точно те, которые этому человеку соответствуют. На всяком случае, то, что есть, как говорится, на беззире рыбье и рак рыба. Из такой констелляции и из той карты, которую я вижу, я бы сказала, что 50 на 50, где-то так примерно. если хотите еще что-то уточнить, то скажите, пожалуйста. Снова кто-то отправляет реквест, я вижу, в тот раз так же точно было, но я не отвечаю за это, поэтому sorry, я не могу вас добавить, это, видимо, должна делать сама академия. Ага, ушел человек, будем надеяться, что не обиделся. Алена, вы довольны ответом, хорошо. Так, что еще хотела сказать, что хотела сказать. Да, то есть, когда вы, значит, уже все, пошла реклама, вы фидбэки получаете, здесь соцсети наоборот вам в пользу, потому что, как известно, люди не очень любят оставлять положительные отзывы, но когда надо кого-то обругать, о, это прям красноречию нет предела. Поэтому в этом смысле соцсети прям хорошо, поэтому обязательно конечно же для кандидата заводится профиль. Опять же, мы говорим сейчас о кандидате, таком нулевом назовем, у которого не было никакой публичной жизни до этого. Если, конечно же, он уже давно в политике, а может быть, изначально не думал о себе, как о политике, но ведет соцсети, но правда, если они начинались как приватные, с которыми правят профайл, то возможно на определенном этапе зависит от того, что там посетил этот человек, какие, публикации делал, возможно, придется и новый профиль завести, но так или иначе закрывать от комментирования конечно страницу кандидата, это последнее дело, конечно, этого делать ни в коем случае не надо, пусть лучше все выльется, весь негатив, все, что там люди думают, непосредственно под постом, да, и под всеми публикациями, нежели потом это выльется в нежелание голосовать за этого кандидата. Еще раз говорю о том, что уж если вы начали с этим человеком работать, ну, либо вы, скажите, совершенно неразборчивый, вы работаете с кем попало, ну, это ваш выбор, да, если вы выходите работать с этим кандидатом и вы в процессе что-то узнаете, хотя, опять же, я, ну, это возможно мой фильтр, да, моей собственной натальной карты, я, естественно, узнаю заранее, то есть если есть какие-то глобальные, глобальные несогласия с чем-то, с этим человеком, это все очень легко выяснить, почитать, посмотреть, подписаться на канал, на телеграм-каналы местных, местных экспертов, медиа, это займет какое-то время, конечно же, но получить картину того, что это за человек, какие у него принципы, чем он дышит, что любит, что не любит, в чем был замечен, если у вас что-то вызывает сильное отторжение в таком человеке, ну, не надо с ним начинать работать, потому что, в конце концов, это предательство, начинать работать с кандидатом, который вам совершенно не, который вам, ну, назовем это, не резонирует, да, но вы все равно ради уж чего-то, денег, славы, или чего-то еще, начинаете с ним работать, потому что так или иначе, перевесит вот этот негатив, и вы начнете просто-напросто работать во вред, во вред этому человеку, вот, поэтому, если что-то там не так, ну, не надо тогда связываться, в конце концов, здесь, я понимаю, тут можно опять долгую дискуссию вести вокруг этических и моральных, моральных норм, но, так или иначе, на защиту судей имеют право кто угодно, на быть излеченным или, по крайней мере, получить медицинскую помощь, имеет право кто угодно, имеется в виду хоть ангел, хоть демон, и в этом смысле, если человек уже решил пойти в политику и куда-то избираться, у него тоже может быть разный, разный бэкграунд, это только ваше решение, будете вы с таким человеком работать или нет, хотя, мне кажется, данный посыл, он не только о, не кажется, я уверена, но так-то решила подигаровать демократично выразиться, глобальный, посыл, если вам человек по каким-то характеристикам прям сильно вызывает отторжение, не знаю, работаете вы с такими людьми, как психологи, как коучи, или вы входите в такое партнерство, надеясь как-то устранить эту черту у человека, тут разные могут быть подходы, но точно в рамках работы в избирательном штабе в роли психолога, конечно, ваша задача не будет воспитать какого-то нового из этого человека, задача состоит именно в том, чтобы предъявить электорату тот имидж, который этому электорату зайдет. Если для выстраивания нужного имиджа Владимира Владимировича, когда он баллотировался, ну, назовем это баллотировался, ну, вообще, скажем так, когда он участвовал в той самой избирательной кампании президентской, которая сделала его президентом, если нужно было смягчить его образ, все-таки, учитывая, что это было только начало тысячелетия нового, и в умах многих наших граждан еще были довольно свежи факты из истории нашей страны, да, все эти воронки, аресты Лубянки и прочее, все-таки бэкграунд, профессиональный бэкграунд нашего президента Алена пишет, самый выгодный, Алена, поясните, пожалуйста, самый выгодный, это вы об имидже или про что вы сейчас говорите, уточните, пожалуйста, нужен был его, конечно же, имидж смягчить, и вот его учительница, которая тогда была частью этой избирательной кампании, к которой он так мило приходил покушать пирожков, попить чай, таким предаться детским, школьным воспоминаниям, это было именно нацелено на то, чтобы смягчить его образ, но с другой стороны и не остался, скажем так, не обыграли грамотно его профессионально в прошлое, поскольку, если вот, скажем так, брать уже архетипически и типажно, для него, конечно, промотировался именно образ Штирлица, на то, что мы это ассоциируем с защитой страны, силовики, обороноспособность, вот это вот поле, поле, которое в головах избирателей существует, ассоциативный ряд по поводу Штирлица вряд ли вообще содержит каких-либо негативных коннотаций, это все-таки настолько выверенный киношный образ, и для Путина, конечно, этот образ в том числе был интегрирован именно в тот имидж, который продвигался в умы и сердца, опять же, избирателей, ну и такая вишенка на торте, это, конечно, фраза, да, мочить в сортире, как архетипичный образ защитника, который защитит, который обережет, с которым безопасно, и вот такая довольно убивающая наповал формула, в общем-то, работала довольно длительное время, что, опять же, за что, опять же, нельзя не восторгаться, усилиями его политтехнолога. Глеб Павловский после того, как он уже ушел в оппозицию теперь уже к нему, я имею в виду, к нашему нынешнему президенту, хотя он был как раз таки причастен к успеху Путина, можете почитать, посмотреть, если вам интересно. Как только человек уходит в оппозицию, он начинает рассказывать очень много всего, ну вот, Глеб Павловский уже много чего рассказывает, уже порассказал много чего и продолжает рассказывать. Вот, поэтому, если мы убираем именно политтехнологический элемент из того, что касается избирательных компаний, то я думаю, что вот на этом мы с вами эту тему закончим. Мы уже так или иначе вплетали во все, что я говорила, вплетали понятие масс и в том числе и в том числе, я имею в виду, что последняя наша встреча следующая с вами в следующую субботу она будет, как я уже озвучивала, о психологии масс, потому что здесь такую последнюю вещь скажу, тут вот персона самого психолога и политтехнолога, она, конечно, важна в том плане, что в любом случае, когда мы работаем с электоратом и думаем в электорате, мы должны думать о усредненном избирателе, так называемом медиан избирателе, что подразумевает, что, например, если политтехнолог или психолог, например, опять, в силу своей натальной карты имеет другое видение мира, то есть акцент в основном на индивидуальности каждого человека, на исключительности каждого человека и такому человеку, вот специалисту, довольно непросто, в силу личной, вот личной, личного психологического портрета даются не очень легко такие вещи, как обобщение, стандартизация и уравнивание в определенном смысле, вот это может быть таким препятствием на пути понимания портрета усредненного избирателя, понимаете, да, про что я говорю, поэтому в политтехнологиях и в избирательных кампаниях нацеленность всегда идет именно на усредненного избирателя, не на каких-то исключительных, особенных, да, группах людей, нет, ничего подобного, именно на срединных избирателей, другое дело, что там Трамп немножко сорвал эту картину мира, вот, но так или иначе, я не буду вам показывать эти схемы, это уже как раз таки политтехнологии, но там есть такая знаменитая схемка, которая как раз показывает такую вот дугу, там расчеты определенные делаются, где показывается, что как только вы начинаете, например, интегрировать в речи вашего кандидата, в, опять же, имидж, создаваемый для вашего кандидата, какие-то необычные, исключительные, какие-то экстраординарные, но уж посылы, идеи, вы теряете от этого избирателей, вы не приобретаете, вы думаете, что вы покрываете большую часть избирателей, и что за вашего кандидата больше проголосует, а вы наоборот от этого теряете, вот, поэтому вот такая нацеленность на медианного избирателя это может входить в конфликт вот с теми специалистами, которые, например, мыслят, мыслят по-другому, тут просто вот, наверное, получается обычно как, если вы уже заходите в эту сферу, вы начинаете работать, и, например, вы прям на личном уровне, на психологическом уровне, прям чувствуете, что, ну, вот, вообще, это вот прям не ваше, вы не так мыслите, у вас так не получается, по всей видимости, это будет вердикт, да, если уж у вас не такая прям крайняя любовь бесконечная к политике и, в частности, там, к электоральным компаниям, по всей видимости, это будет просто, просто не ваше, в конце концов, я, во всяком случае, не верю в успешные карьеры, когда вы это строите на постоянной ломке самого себя, ну, я не верю в это, но опять я могу здесь байос быть, вот, люди, некоторые делают такие карьеры, скажут, берут вдох, говорят себе, ну, ничего, лет 10, потерплю, а там домик в Испании уже будет, и там съеду, если это так, то окей, хорошо, тогда вдыхайте и вперед, успехов вам в этом, в этом начинании, вот, поэтому я думаю, что как раз вот такой будет мостик нашей последней встречи о массах, о психологии масс на тему избирательной кампании, конечно же, очень много есть что сказать, это про одну рекламу, одни примеры рекламы, это отдельная просто эпопея, вот, но вот об этом всем уже, когда я не буду ограничена именно политической психологией, а именно политтехнологиями, о политтехнологиях, именно вот об этом я буду рассказывать уже на своей собственной платформе, которая вот с моего профиля, я сегодня уже завела там линк, он будет перевод делать на другую мою страницу, вот, условия вступления, буду позже уже рассказывать, там я как раз буду говорить прям конкретно про политтехнологии, про то, как все это делается, не будучи уже ограниченными рамками вот формата именно политической психологии, да, вот, но в рамках Академии здесь, я думаю, что вот для вас, как людей потенциально, возможно, которые когда-то попадут в эту сферу, эта информация окажется полезной, если кто-то уже там работает в этой сфере, но еще раз, со мной, по крайней мере, из вас никто не связывался, то есть, те вот контакты, которые ко мне обращаются уже вот в Инстаграме, да, за политконсалтингом, это вот не из этой площадки, вот, из других каких-то источников меня люди узнают, поэтому здесь, по всей видимости, среди вас только те, кто потенциально могут попасть в ситуацию, когда вы будете консультировать политических акторов, вам будет интересно, и тогда, надеюсь, информация, которую вы услышали, в очень жадном виде, конечно же, вам пригодится и будет полезно. Для других, считайте, что это повышение вашей той самой политической компетенции, как гражданина страны, и, возможно, это сыграет определенную роль, когда вы теперь уже будете смотреть те же самые политические шоу, читать новости, да, потому что в любом случае каждый bit of information, каждый кусочек информации, он меняет наши фильтры, фильтры, через которые проходит информация о внешнем мире, это меняет неизбежно. Поэтому на сегодня, если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте, я на них отвечу, но вот сейчас у нас же время 17.23, во всяком случае, у меня показывает, у меня в 17.30 запланированный эфир на моей странице, у нас же таки почти традиция становится каждую субботу выходить в прямой эфир, где мы просто разговариваем о всех тех направлениях, трех, которыми я занимаюсь, политтехнологии, английский язык и астропсихология, где вы можете любые мои подписчики, кто присоединится, можете задавать вопросы, я отвечу по любым направлениям, Алена благодарность выражает, Алена, вам спасибо за вопрос, вам про зависимость от окружения, вы как раз, да, задавали вопрос, да, спасибо большое, так, Елена благодарит, Елена, вам спасибо, что выделили эти почти полтора часа субботнего времени, вот, поэтому, если у кого-то будет желание, пожалуйста, приходите ко мне на страницу сейчас, буквально через пять минут, как кто-то из ваших коллег сказал в тот раз, о, наша мама и там, и там показывает, я включилась здесь, потом переключилась на свою страницу, такой, это у меня вечер, вечер эфира, вот, если вопросы возникнут после, или те, кто сейчас не были с нами в прямом эфире, а потом будут смотреть это видео, ага, так, не знаю имени, коти, назовем вас коти, благодарить, что эфир был очень интересный, а, огонь, прекрасно, коти, я рада, что вы были со мной, вот, поэтому, если те, кто будет записи смотреть уже эфир, пожалуйста, вопросы созреют, обращайтесь, в тот раз, Олег, спасибо большое, спасибо вам, что присутствовали, в тот раз, да, были запросы именно по поводу того, что у людей даже у некоторых родились идеи по поводу, да, политконсалтинга, да, уже писали мне люди, в общем-то, это не то, чтобы моя конечная цель, да, чтобы сейчас у вас всех зародить желание стать психологами, вот, в избирательных штабах, но Россия большая, у вас может быть ощущение, что все решено и выборы, да, заранее все решено и попасть куда-то туда в эту сферу, это невозможно, нет, это очень даже возможно, именно потому, что выборов в нашей стране тоже много, они разного уровня, региональные выборы это вообще выборы, в которых кандидаты могут быть довольно неподготовлены в том смысле, что им нужен этот саппорт, профессиональный и помощь, поэтому, нет, это не какие-то заоблачные, совершенно недостижимые горизонты, ничего подобного, поэтому, если у вас такое желание зарождается, то развивайте, но потом вот вы можете опять же приходить на мой профиль, где, конечно, я уже говорю больше именно о политтехнологиях, не будучи ограниченной темой только психологии. Я тогда с вами со всеми прощаюсь, эфир я, конечно же, сейчас сохраню, будут вопросы после, обращайтесь, связь была хорошая, чему я очень рада, в тот раз нас немножко она подвела. Всем всего хорошего, хорошего вечера, всем пока, всем до свидания, до следующей субботы, до того же самого времени. Мои сердца тоже к вам. Пока, пока.